здравствуйте с вами снова александр и пришло время рассказать мне о люльке о которой я уже давно хотел вам рассказать имеется ввиду об авто люльки от компании britex рёмер она называется baby safe айсайз это новиночка очень интересная люлька которая уже соответствует уже новому стандарту r129 тот же айсайз поэтому это очень такая новинка стоящая внимание и сегодня я вам расскажу о ней более подробно покажу возможности ее крепления в автомобиль как и установить на базу изофикс в общем поехали и 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 кстати вот люльки бэйби свай сайса на перед вами в двух словах немножечкоет технических характеристиках вам расскажу производитель заявляет что люльки хватит до роста ребенка с 83 сантиметра вот но это минимум полтора года ну прям как минимум вот конечно же в реальной жизни никогда ребенок не поместится с таким ростом в люльку не знаю почему они так пишут я такого еще не видел тем более это одежда на ребенке вам нужно летом ездить зимой получается ездить а зимой по-любому будет к этого одежда по плотнее вот но в любом случае в этой люльки места много запас места в ней достаточно большой для маленького ребенка здесь есть для новорожденного совсем есть вкладыш который легко демонтируется он не просто с губочки здесь специальные вставки в вкладыши которые очень помогают тоже гасить энергию дара также это всяк есть этот наполнитель есть их подголовники боковых частях вот так он выглядит этот вкладыш его соответственно убираем когда ребенку становится тесновато вот и ездим уже вот таким образом но принципе принципе если внимательно так сравнить ее с другими моделями других брендов место здесь внутри много учитывая что это авто люлька для новорожденного ребенка она вместительная плюс ко всему здесь что мне нравится вообще ремер ну классный бренд тут не придраться не зря его все любят здесь есть запатентованная технология от компании ремер название честно говоря заподзабыл но сейчас название технологии сплюет на экране увидите вот что делает эта технология внутри здесь под обивкой специально сниму покажу есть вот такая вот пластиковая штука скажем так это у нас подпор под поясницу ребенка и он не зря здесь есть потому что когда вы регулируете сейчас я покажу вам наглядно как это сразу делается здесь под обивочкой точнее для под стеночкой сзади вы можете регулировать по высоте ремни соответственно одновременно регулируется по высоте с ремнями и подголовник и когда вы опускаете вниз ремень вот вот эта проставка нижняя она немножечко поднимает поясницу ребенка то бишь чем ниже тем для более маленького ребенка соответственно положение тем более ровно у него спина чем выше тем чуть-чуть он больше все таки туда прогинается но это так должно быть ребенок при дтп должен быть сгруппирован они просто ровно лежать поэтому прям горизонтального положения в автолюльке не будет но то что есть возможность для совсем маленького более-менее выровнять спиночку это круто за это 5 баллов можно поставить этой автолюльке вот насчет безопасности айсайз это новый стандарт и они сильно ужесточили требования безопасности в автокреслах основной на мой лично взгляд упор сделали еще на проверку сбоку дтп начали проверять боковые удары то что боковых вот так по трассам 80 процентов дтп это лобовые в городе наоборот боковые поэтому мы большую часть рим езди в городе сбоку нужно хорошо защитить ребенка и для этого здесь есть фирменная система от компании ремер она называется сект вот эти штуки боковое дтп мы открываем выкручиваем эту систему со стороны двери соответственно в салон не нужно этого делать и она гасит она принимает первую энергию дара на себя гасит самую сильную часть энергии поэтому это очень очень здорово вот что касается сразу скажу про материалы время были хорошие материалы плохими они не стали и здесь все здорово все классно ткани отличные приятные на мой взгляд также есть козыречек вот такой классная вещь сбоку солнце светит на спитере часто бывает низко солнце долбал уже но хорошо закрывает голову ребенка от солнышка в машине все здорово давайте теперь покажу как его крепить вообще существует два варианта крепления автолюльки вы можете ее прикрепить ремнем и сэкономить не потратить деньги на базу но рекомендовал бы все таки именно для новорожденного ребенка купить платформу изофикс не экономьте это ваш ребенок не соседский и соответственно лучшим максимум безопасности устроить ребенку в перевозке в машине изофикс для новорожденного ребенка он реально работает он не так важен для уже постарше детей но для новорожденного обязательно не скупитесь это тоже покажу но сейчас я вам покажу как его крепить просто ремнем нам нужно полностью вытянуть ремень нижнюю часть мы продеваем здесь специальным направляющим но не забываем предварительно нужно чтобы ребенок уже был в люльке защелкиваем натягиваем после чего здесь вы видите прекрасно есть специальное отверстие своего рода такой канал для ремня пропускаем туда ремешок все он своих направляющих находится после чего всю эту конструкцию нужно хорошенько натянуть я бы еще порекомендовал вам приобрести аксессуар специальный для люлик здесь видите зазор лучше купить этот аксессуар это специальная такая трубка из какого-то там пенопласта прочного очень такого гибкого и положить его класть его обязательно под люльку чтобы вот этот зазор был хорошо зафиксирован и она не смещалась ни в одну сторону поэтому вот так мы крепим ремнем в принципе все тоже надежно если не дай бог дтп ремень моментально срабатывает и отработает свое но давайте я покажу все таки как это делается с базой зафикс базу изофикс покупаем отдельно к сожалению в комплект она не входит не забываем вообще для этой автолюлька существует две базы она называется baby сейф тоже сайт flex и просто baby сейф айсайс база к сожалению сейчас у меня не flex но flex база от обычной визуально она ничем не отличается вот что такое база эта платформа которую мы на изофикс сейчас секундочку на изофикс вот отсюда вам виднее защелкиваем к автомобилю обязательно упор в пол ставим в положении так чтобы база уперлась и никуда ничего не двигалась flex база отличается от этой базы тем что у flex сейчас на картиночке вам покажу у flex базы есть возможность немножечко все-таки здесь вот эта часть приподнимается и немножко наклонить люльку дать более горизонтальное положение для ребенка крепится люлька всегда против хода база вам дает возможность просто щелк и поехали уходим с машины щелк и ушли на ремне же вам нужно вот это вот все здесь тянуть затягивать перетягивать такси арпать но это стоит денег естественно она стоит также как сама люлька стоит не все хотят переплачивать но это важный момент я бы все-таки рекомендовал вам это сделать приобрести такую базу поэтому все что хотел вам показать я показал на мой взгляд вот двух словах под это же мое мнение новорожденный ребенок самый хрупкий когда только родиться поэтому тут тут нельзя на мой взгляд купить лучше уже там с четырех лет кресла попроще но для маленького ребенка реально слишком хрупкий он даже легкое дтп может ему что-то повредить не скупитесь купите хорошее кресло автолюлька имею ввиду желательно с платформой есть такая возможность вот и ребенок будет хорошо защищен и ремер на мой взгляд в этом плане ну просто отличный вариант тем более айсайз это уже подогнан по все новые стандарты а новые стандарты как я говорил сильно стали жестче и реально можно доверять ребенка это очень хороший вариант очень рекомендую дорого но и очень сердито хотя не самая дорогая люлька в линейке ребер имейте ввиду вот поэтому если это видео вам было интересно полезно ставьте пожалуйста лайки обязательно подписывайтесь на канал и хочу поблагодарить мир автокресел за то что предоставили на обзор эту автолюльку baby safe большое спасибо а вам хочу пожелать грамотным хорошего выбора для автолюльки для своего маленького ребенка всего доброго вам до свидания